Николай Карамзин. Наталья Боярская дочь. Читает Павел Беседин. Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими? Когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали. По крайней мере, я люблю сии времена. Люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истревших вязов, искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере главного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надевиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам. Перед нынешними чепчиками в виде томля и всему галиабинским нарядам, блестящими на московских красавицах в конце Асьмугана X века. Таким образом, конечно, понятным для всех читателей, Старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то, наконец, не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мной в области теней, в царстве воображения от бабушки, моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царицы. Только страшусь обезобразить повесть ее. Боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство. Ах, нет, прости безрассудность мою, великодушная тень, ты неудобна к такому делу. В самой земной жизни своей была ты смирна, незлобна, как юная овечка. Рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем. Итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописуемого блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет. Ты позволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле, марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфию, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон. Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском, и, наконец, о чудо, являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества. Очи твои сияют, как солнце, уста твои олеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор превосходит дневного светила. Ты улыбайся, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я сладко гремящие слова твои. Продолжай, любезный мой правнук. Так я буду продолжать. Буду и, вооружаясь пером, мужественно начертаю историю Наталии, боярской дочери. Но прежде должно мне отдохнуть. Восторг, в который привело меня явление прапрабабки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо, и сии написанные строки добудут вступлением или предисловием. В престольном граде славного русского царства в Москве белокаменной жил боярин Матвей Андреев. Человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит. Но что в старину совсем не почиталось редкостью. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея. И боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил, сей прав, не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но по моей совести, сей виноват по моей совести. И совесть его была всегда согласна с правдою и совестью царскую. Дело решалось без замедления. Правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина. А виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков. Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея. Обыкновение, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве. А именно, в каждый 12-й праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатерью накрытые. И боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных. В истине сего, уверял меня, не один старый человек. Сколько их могло поместиться в жилище боярском? Потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушания, как белое тонкое облако, ввился над головами обедающих. Между тем, хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и, наконец, веселился с ними, как с друзьями. Так, в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством, смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос, «Добрый, добрый боярин и отец наш!» «Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках! Столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть. Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи. Но доброму ли бояться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшится его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным, хоть темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу вонную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина. Но венцом его счастья и радости была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской. В юной Натальи увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе, роза всех прекраснее. Много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское исконне почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравниться с Натальей. Наталья была всех прелестнее. Пусть считатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега. Он все еще не вообразит белизны лица ее. Нет. И представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиетических уподоблений красоты, и ни один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным воятелем, следственно, знал принадлежности красоты телесной, а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости, следственно, знал хорошо красоту душевную. По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц, одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Лока о воспитании, ни русского Эмиля. Во-первых, для того, что до сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоти, не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки, цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы. Но сия судьба была к ним милостлива, и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней. Один великий психолог, которого имени я право не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю, из дозволения моих любезных читателей, опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосизаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белую атласную до нежного локтя обнаженную рукою, вставала, надевала на себя тонкие шелковые платья, камчатную телогревику и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, взглянуть на золотоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной глазом утра, виянии ветерка, стряхивала с себя блестящую росу. Взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марину рощу, которая, как сизый кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении, и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны, являлись на Таллину взору сверкающие изгибы Москвы реки, цветущие поля, дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои. Поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость, не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться, молчала и думала, как хороша Москва белокамена, как хороши ее окружности. Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее олейшим румянцем. Солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди. Но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама», говорила Наталья, «скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевой водой, чесала ей длинные волосы, белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы «жемчужную повязкою». Таким образом, снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу, чтобы в отсутствии их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек, отправлялись к обедне. «Всякий день», спросит читатель. «Конечно, таков был старину обычай, и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности, становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и, между тем, из-под лобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клубов, ни маскарадов, куда ныне ездят себе казать и другие смотреть. Итак, где же, как ни в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю. С нежною любовью поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день от дня становилась лучше, милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сущить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самую и наслаждался безмолвным умилением. Читатель, знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни по крайней мере, как любовались глаза твои пеструю гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным. с каким удовольствием рассматривал ты их краски, тени и сколь радовался мыслью, это мой цветок. Я посадил его и вырастил, вспомни и знай, что у отца еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать, она моя. После русского сытого обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются красные ворота с трубящей славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела, покойно и принималась снова за рукоделие. Наступал вечер, новое гуляние, новое удовольствие, иногда же юные подруги приходили делить с нею часы, прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц, он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мама и няня выдумывали для своих барышень разные забавы, играли в жемурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая богопристойности и смеялись без насмешек, так что скромная целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается. Так жила боярская дочь и семнадцатая весна жизни ее наступила, травка зазеленела, цветы расцвели в поле, жаворонки запели, и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобзаясь своим маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами, сидели парами, скрывались парами, сердце ее как будто бы вздрогнуло, как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим. Она вздохнула, вздохнула в другой и в третий раз посмотрела вокруг себя, увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни, которая дремала в углу границы на красном весеннем солнышке. Опять вздохнула и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, потом и в левом, и обе выкатились, одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась, чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей, все казалось ей не так, все неловко, она встала и опять села, наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует, старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторым набожными оговорками, прости Господи, бронить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили, и что внутренняя тоска ее происходила ни от чего другого. Ах, добрая, добрая старушка, хотя ты долго жила на свете, однако многое не знала, не знала, что и как в некоторые лета начинаются у нежных дочерей боярских, не знала, но может быть и читатели, если до сей минуты они все же еще держат в руках книгу и не засыпают, может быть и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашою героиней, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила, известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь из нее текла, как прозрачный ручеек, стремится по беленьким камешкам между злачных цветущих беляшков, что сделала с нею, скромная муза, поведай, с небесного лазаревого свода, а может быть откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка калибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальина нежное сердце. Потребность любить, любить, любить. Вот и вся загадка, вот причина красавицыной грусти, и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятную, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему о 17-летней девушке. Сего времени Наталья во многом переменилась, стала не так жива, не так резва, иногда задумывалась, и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых смешанных темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса, например, часто казалось ей, не только во сне, но даже и наяву, что перед нею в мерцании отдаленной зари носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельской улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизменный голос говорил ей «Стой!» и притворе храма. Никто без милого друга не входит в его внутренность. Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы, ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих предмет нежных побуждений вашего сердца, нет, красавицы, нет, сердце ваше желает чего-то другого, оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему бессильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство нежное, страстное, пламенное. А где найти его, где? Конечно, не в дафне, конечно, не в хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, горевать и крушиться, кручиниться, желая и не находя того, чего вы сами ищите, и не находите в хладной дружбе, но что найдете, или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша, светло-голубыми или черными глазами, и в печальных своих песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель, прости мне сию отступления, ни один стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести. Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее, родительское сердце его потревожилось, он расспрашивал ее с нежной заботливостью о причине такой перемены, и наконец заключив, что дочь его не может болеет, отправил на рощного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте муромских лесов, собирала травы, коренья, обходилась более с волками медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла, если не чередейкою, то, по крайней мере, вели мудрую старушкою, искусную влечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Наталиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности. Впрочем, не до большой нужды знать его, теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений. Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и между тем, как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей, зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица Хлада воссела на наредной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство. То есть зима наступила, и Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедни. Помолившись усердием, она ненарочно обратила глаза свои к левому крылу. И что же она увидела? Прекрасный молодой человек в голубом кафтане с золотыми пуговицами стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав, сильно сказала ей, «Вот он». Она потупила глаза свои, но ненадолго, снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем привлечал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, и потому она смотрела на него, как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедшей в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак», думала Наталья, «Итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек, такой прелестный юноша. Какой рост, какая осанка, какое белое румяное лицо, а глаза, глаза у него как молния, я робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально, даже и тогда, когда моется, конечно, и я знакома ему, может быть, и он подобно мне грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей». Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего долго не называют именем и что Наталья все минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей «Пойдем, барышня!» Все кончилось. Но барышня все еще не трогалась с места, для того, что и прекрасный незнакомец стоял, как вкопанный под лилевого крылоса. Они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама по слабости зрения своего ничего не видела и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того не идет из церкви. Наконец дичок загремел ключами, тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею молодой человек, она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад. Незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно. Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке. В голубом кафтане с золотыми пуговицами она была не печальна, однако же, и не очень весела, подобно такому человеку, который, наконец, узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела по обыкновению всех влюбленных, ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца. В одну минуту, скажет читатель, увидев первый раз и не слыхав от него ни слова, милость ли вы, государь, я рассказываю, как происходило дело, не сомневайтесь в истине, не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствует два сердца, друг для друга сотворенные, а кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не считай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру. Когда боярин Матвей после обеда заснул не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке, Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала, взглянула на оконченный, расписанный Морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей, и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший обедни, старушка не понимала, о ком, говорит она, надлежало изъясняться, но легко ли это для стыдливой девушки, я говорю о том, продолжала Наталья, о том, который, который был всех лучше, няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними, я не приметила его, холодно, сухо, отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить. На другой день Наталья пришла всех ранее к обедни и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было, на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и на силу ходить могла, однако же старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. Жестокий, думала она, жестокий, зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут, разве ты хочешь безвременной смерти моей, я умру, умру, и ты не выронешь ни слезинки на гробе злосчастной. Ах, для чего самое нежнейшее, самое пламеннейшее из страстей родится всегда с горестью, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно. На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на что, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви, красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек, не он, вошел другой, не он, третий, четвертый, все не он, вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье. Это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся. От сильного внутреннего волнения она едва упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего. Он смотрел почти беспрестранно на прелестную Наталью, которая от нежных чувств стала еще прелестнее, и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надежда ее оживляемая, олела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы. Любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь поднимала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одной блаженной секунды. Все стали выходить из церкви, она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того, чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальей, которая поглядывала на него и через правое, и через левое плечо свое. Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула и Наталья послышалась, что молодой человек вздохнул. По крайней мере она сама вздохнула. Старушка няня была на сей раз приметливее и не дождавшись еще ни слова Натальи начала говорить о незнакомом красавце, который провожала их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала да, нет и сама не знала, что отвечала. На другой день, на третий день опять ходили к обедниям. Видели, кого видеть желали, возвращались домой и у ворот говорили нежным взором, прости, но сердце красной девушки есть удивительная вещь, чем оно довольне ныне, тем недовольне завтра. Все более и более и желанием конца нет. Таким образом и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его. Ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и прочее, и прочее. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно, Наталье опять принялась за слезы. Судьба, судьба, уже ли ты не сжались над нею, уже ли захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли. Посмотрим, что будет. Однажды, перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась. Вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Наталиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. Няня, сказала она слабым голосом, кто это? Няня, посмотрела, улыбнулась и вышла вон, он здесь. Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему, ах, боже мой, что будет, думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сене. Сердце летело к нему навстречу, но робость говорила ей, останься. Красавица повиновалась ему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она встала, ходила, бралась за то, за все другое, и четверть часа показалось ей годом. Наконец, дверь растворилась, и скрыб ее потряс. Натальину душу вошла няня, взглянула на барышню, улыбнулась и не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить, и только одним робким взором спрашивала, что, няня, что? Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением, долго молчала, и спустя уже несколько минут сказала ей, знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен? Болен? Чем? Спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. Очень болен, продолжала няня, у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен, как полотно и на силу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость. Что же, няня, дала ли ты ему лекарство? Нет, я велела подождать. Подождать где? В наших сенях? Можно ли? Там превеликий холод, со всех сторон несет, а он болен. Что же мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти. Куда же его везти, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня. Он человек честный, станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома, сумерки, темно, никто не увидит и беды никакой нет. Ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек. Как думаешь, сударыня? Наталья, не зная отчего, дрожала и голосом отвечала ей. Я думаю дрожащим. Как хочешь, ты лучше моего знаешь. Тут няня отворила дверь и молодой человек бросился к ногам Наталины. Красавица ахнула и глаза ее на минуту закрылись. Белые руки повисли и голова преклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ей руку в другой в третий раз, осмелился поцеловать красавицу в розовые губы в другой в третий раз и с таким жаром, что мама испугалась и закричала «Барин, барин, помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе, и в тех и в других изобразились пламенные чувства, любовью кипящие сердца. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить не языком романов, но языком истинной чувствительности. Сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее. Полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала, только сердце и взоры говорили, но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее, Наталья, прекрасная Наталья, любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою. Я могу быть счастливейшим человеком на свете или шумящая Москварика будет гробом моим. Ах, барышня, сказала няня, отвечай скорее, что он тебе нравен, ежели захочешь погубить его душу. Ты мил сердцу моему, произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. Дай Бог, примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на незнакомца, дай Бог, чтобы я была столько же мила тебе. Они обняли друг друга. Казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз сию картину, я не смею описывать ее. Но она была трогательна. Старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре. Но богиня непорочности присутствовала невидимая в Натальином тереме. После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» сказала Наталья нежным голосом, преклонив голову свою к его плечам. «Ах, я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья». Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они, но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древний колорит. Отвечал он, «Оно еще не совершенно уверенно в своем счастье. Что же ему надобно?» спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование. Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сделаю, что велись мне в нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, в то время, как поют первые петухи, я приду в санях к вашим воротам. Ты должна ко мне выйти и ехать со мною. Вот чего от тебя требую. Ехать в нынешнюю ночь куда? Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу. Как? Без ведома отца моего, без его благословения, без его ведома, без его благословения, или я погиб? Боже мой! Сердце у меня замерло, уехать тихонько из дома родительского, что же будет с батюшкой? Он умрет сгоря, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг, для чего нам не броситься к его ногам? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь. Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают. Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей, Боже мой, как люди злы, если ты говоришь правду. Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут? Алексеем. Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают? Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная милая Наталья, время проходит, мне нельзя быть более с тобой. чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшую, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь, жизнь моей или смерти? При сиих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными пламенными глазами на красавицу. Ты меня спрашиваешь, сказала она с чувствительностью, разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня. Очень, очень любит. Тут Наталья обтерла по платкам слезы свои, которые одна за другую капали из глаз ее. Тебя знаю недавно, а люблю еще больше. Как это случилось, не знаю. Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Натальи и сказал ты моя и скрылся как молния. Старушка няня проводила его со двора. Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дома, не зная куда, поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого по собственным речам его можно было счесть подозрительным, а что всего более, оставить доброго, чувствительного, нежного отца. Но такова ужасная любовь. Она может сделать преступником самого добродетельного человека. И кто, любив пламена в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот счастлив. Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью. Иначе последняя, против которой признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния, полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют на сей печальной истине. Что принадлежит до няни, то молодой человек, после того, как он увидел Наталью в церкви, нашел способ переговорить с нею и склонить ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы, люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и злато. Старушка забыла то, что она более 40 лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея. Забыла и продала себя незнакомцем. Однако по остатку честности взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности. Наталья по уходу своего любовника стояла несколько минут неподвижно. На лице ее видны были знаки сильных душевных движений но ни сомнения ни колебленности. Ибо она уже решилась и хотя тихий голос из глубины сердца как будто бы из отдаленной пещеры спрашивал ее что ты делаешь безрассудно но другой голос гораздо сильнейший в то же самое время и сердце отвечал за нее люблю. Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью говоря ей что она будет супругой молодого красавца и что жена по самому закону должна все оставить и все забыть для мужа своего. Забыть прервала Наталья вслушиваясь в последние слова нет я буду помнить моего родителя буду всякий день об нем молиться к тому же он сказал что мы вскоре бросимся к ногам батюшкиным не так ли няня конечно барышня отвечала старушка а что он сказал то будет верно будет сказала Наталья и лицо ее стало веселее боярин Матвей возвратился домой поздно и думая что дочь уже спит не зашел к ней в терем полночь приближалась Наталья думала не обо сне а об милом друге которому навеки отдала на сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе еще месяц сиял на небе месяц которым прежде глаза ее всегда веселились теперь он стал неприятен теперь думала красавица как медленно катяся ты по круглому небу зайди скорее месяц светлый он он приедет за мною когда ты скроешься луна опустилась уже часть ее зашла за круг земной мрак в воздухе сгустился петухи запели месяц исчез и серебряным кольцом серебряным брякнули в боярские ворота Наталья вздрогнула ах няня беги беги скорее он приехал через минуту явился молодой человек и Наталья бросилась в его объятия вот письмо к твоему родителю сказал он показав бумагу письмо к моему родителю ах прочти его я хочу слышать что ты написал молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки я люблю милую дочь твою более всего на свете ты не согласился бы отдать ее за меня она едет со мною прости нас любовь всего сильнее может быть со временем я буду достоин называться зятем твоим Наталья взяла письмо и хотя не умела читать однако же смотрела на него и слезы лились из глаз ее напиши сказала она напиши еще что я прошу его не плакать не кручениться и что эта бумага мокра от слез моих напиши что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл или простил меня молодой человек выдал из кармана перо и чернильницу написал что говорила Наталья и оставил письмо на столе потом красавица надев лисью шубу свою помолившись богу взяв с собой тот образ которым богословила ее покойная мать и подав руку счастливому любовнику вышла из терема сошла с высокого крыльца со двора взглянула на родительский дом обтерла последние слезы села в сане прижалась к милому и сказала вези меня куда хочешь кучер ударил по лошадям и лошади помчались но вдруг раздался жалобный голос меня покинули меня бедную несчастную молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню которая оставалась на минуту в светлице чтобы прибрать некоторые из драгоценных Наталиных вещей и которую наши любовники совсем было забыли лошадей удержали посадили старушку снова поскакали через четверть часа выехали из Москвы на правой стороне дороги вдали светился огонек туда поворотили и Наталия увидела деревянную низенькую церковь занесенную снегом Алексей читатель не забыл имени молодого человека Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма освященного одною маленькую слабо горящую лампадою там встретил их старый священник согбенный бременем лет и дрожащим голосом сказал им я долго ждал вас любезные дети внук мой уже заснул он разбудил мальчика в углу церкви спавшего поставил любовников перед Налой и начал их венчать мальчик читал пел что надо с удивлением глядя на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра который шумел в худое окно церкви Алексей и Наталья молились усердно и произнеся обет свой смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами по совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным я не знаю и не спрашиваю кто вы но именем великого бога которого нам и мрак ночи и шум бори проповедует все мгновения страшно зашумел ветер именем непостижимого ужасного для злых для добрых милосердного обещаю вам благоденствие в жизни если вы будете всегда любить друг друга ибо любовь супружеская есть любовь святая божеству приятная и кто соблюдает ее в чистом сердце в нечистом же она жить не может тот приятен всевышнему любим глядитесь миром и помните слова сии новобрачные приняли благословение от старца поцеловали руки его поцеловали друг друга вышли из церкви и поехали ветер заносил дорогу но резвые кони летели как молния ноздри их дымились пар вился столбом и пушистый снег от копыт их подымал вверх облаками скоро путешественники наши въехали в темноту леса где совсем не было дороги старушка няня дрожала от страха но прекрасная Наталья чувствуя подле себя милого друга ничего не боялось молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья которые грозили уколоть белое лицо супруги он держал ее в своих объятиях когда сани опускались в глубину сугробов и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз которые цвели на устах ее около четырех часов ездили они по лесу пробираясь сквозь ряды высоких дерев уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных сани двигались медленно и наконец Наталья пожав руку своего любезного тихим голосом спросила у него скоро ли мы приедем Алексей посмотрел вокруг себя на вершины дерев и сказал что жилище его недалеко в самом деле через несколько минут выехали на узкую равнину где стоял маленький домик обнесенный высоким забором навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами которые висели в них на кушаках старушка няня видя сие дикое уединенное жилище посреди непроходимого леса видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое свирепое пришла в ужас сплеснула руками и закричала ахти мы погибли мы в руках у разбойников теперь мог бы я представить страшную картину глазами читателей плеченную невинность обманутую любовь несчастную красавицу во власти варваров убийц женою атамана разбойников свидетельниц и ужасных злодейств и наконец после мучительной жизни издыхающую на эшафоте под секирую правосудие в глазах несчастного родителя мог бы представить все сии вероятным естественным и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби но в таком случае я удалился бы от исторической истины на которой основано мое повествование нет любезный читатель нет на сей раз побереги слезы свои успокойся старушка няня ошиблась Наталья не у разбойников Наталья не у разбойников но кто же сей таинственный молодой человек или говоря языком осянским сын опасности и мрака живущий во глубине лесов прошу читать далее Наталья потревожилась восклицанием няни схватила Алексея за руку и смотря ему в глаза с некоторым беспокойством но с полной доверенностью к любимцу души своей спросила где мы молодой человек взглянул с огневом на старушку потом устремив нежный взор на милую Наталью отвечал ей с улыбкой ты у добрых людей не бойся Наталья успокоилась ибо тот кого она любила велел ей успокоиться вошли в домик разделенный на две половины здесь живут люди мои сказал Алексей указывая направо а здесь я в первой горнице висели мечи и бердыши шишаки панцири а в другой стояла высокая кровать и перед иконой богоматери горела лампада Наталья тут же поставила и свой образ помолилась и взглянув умильно на Алексея низехонько поклонилась ему как хозяину в доме молодой супруг снял с красавицы лисью шубу дыханием своим отогрел ей руки посадил ее на дубовую лавку смотрел на прелестную и плакал от радости милая Наталья вместе с ним плакала ибо нежность и счастье имеют также слезы свои красавица забыла любопытство или лучше сказать она совсем она совсем не имела его зная то что милой душе ее не может быть злым человеком ах если бы все люди сколько их было тогда в русском царстве в один голос сказали Наталье Алексей злодей она бы с тихою улыбкою отвечала им нет сердце мое знает его лучше нежели вы сердце мое говорит что он всех любезнее всех добрее я вас не слушаю но Алексей сам говорить стал по этому поводу любезная Наталья сказал он тайна жизни моей должна тебе открыться воля Всевышнего соединила нас навеки ничто уже не может разорвать союзы нашего супруг не должен ничего скрывать от супруги своей итак знай что я сын несчастного боярина Любославского Любославского возможно ли батюшка сказывал мне что он пропал без вести его уже нет на свете выслушай ты не помнишь но конечно слыхала о тех волнениях и бунтах который лет за тридцать перед сим возмущался о спокойствии нашего царства некоторые из знатных бояр восстали против законной власти юного государя но скоро гнев божеский наказал мятежников рассеялись как прах многочисленные их сообщники и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте родитель мой по некоторому подозрению но совершенно ложному взят был под стражу он имел неприятелей злых и коварных представили доказательства мне моего измены и согласия с мятежниками отец двенадцатилетнего сына недостатка в москву и сказав бог бог и друг наш не оставят тебя умер в моих объятиях не буду говорить тебе о горести бедного сироты несколько месяцев глаза мои не просыхали я уведомил друга нашего о моем несчастье в ответе своем изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской сей благодетельный друг звал меня в Россию в верстах сорока от Москвы писал он в дремучем непроходимом лесу построил я уединенный домик неизвестно никому кроме меня и надежных людей моих там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности посланный знает сие место я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов простился зеленую могилу родителя моего поцеловал и оросил слезою темную каждый цветочек каждую травку на ней растущую возвратился с верными слугами в пределы России облабузал отеческую землю на густоте темного леса на узкой равнине нашел сей пустынный домик где ты теперь со мной любезная Наталья здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом ты сын боярина Любославского господин мой верный друг его тот кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище скончался но он помнил о сироте при кончине своей здесь найдешь все нужное для жизни найдешь сокровища а не твои я поднял глаза на небо молчал и слезы мои катились градом кто будет моим помощником думал я моим наставником я один в свете всевышний ты кому поручил меня родитель мой не оставь бедного я поселился в пустыне видел у себя множество серебра и золота но немало им не утешился через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде где никто абсолютно не мог узнать меня старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты которые вели к большой московской дороге и которые никому кроме нас не могли быть понятны я увидел блестящие главы церквей народное множество огромные дома все чудеса великого града и радостные слезы сверкнули в глазах моих золотые дни младенчества дни невинности и забавы проведенные мною в русской столице представились моим мыслям как веселое сновидение я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены в которых порхали летучие мыши хлад хлад развился разлился по всей моей внутренности потом я часто бывал в москве останавливаясь в одной тихой гостинице и называл себя иногородним купцом часто видел государя отца народного часто слыхал о благодеяниях родителя твоего когда бояре собираясь на площади против соборной церкви рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела украшавшие столицу возвращаясь в пустыню я сражался с дикими зверями которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности но часто выпуская из рук добычу упадал на землю падал и проливал слезы везде было мне грустно в пустынном лесу и среди народа с горестью ходил я по улицам царственного града и смотря на людей которые встречались со мною думал они идут к родным и ближним их дожидаются им будут рады мне идти некому меня никто не дожидается никто о сироте не думает иногда хотелось мне броситься к ногам государя уверить его в невинности отца моего в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сие намерения пришла мрачная осень скучная зима лесное уединение сделалось для меня еще несноснее я я чаще прежнего стал ездить в город и увидел тебя прекрасная Наталья ты показалась мне ангелом божиим нет говорят что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго а мне хотелось беспрестранно глядеть на тебя я видал прежнее многих красавиц дивился их прелестем и часто думал господь бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек но глаза мои на них смотрели а сердце молчало и не трогалось они казались не чужими ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце первым взглядом привлекла к себе душу мою которая тотчас полюбила тебя как родную свою мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко чтобы ничто уже не могло разлучить нас ты ушла и мне показалось что красное солнце закатилось и ночь наступила я стоял на улице и не чувствовал снега который на меня сыпался наконец я пришел в себя стал расспрашивать почувствовал и узнал что ты возвратилась в свою гостиницу и размышлял о милой о милой дочери боярина Матвеева батюшка часто говорил мне о любви которую почувствовал он к матери моей увидев ее в первый раз и которая не давала ему покоя до самого того времени как их повели в церковь со мной то же самое делается думал я и мне нельзя было быть ни покойным ни счастливым без милой Натальи но как надеяться любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека которого отец почитается преступником правда если бы она полюбила меня с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной может быть ошибаюсь только мне казалось что она взглядывала на меня ласково но я верно ошибаюсь как этому быть такое счастье не вдруг приходит наступила ночь и прошла но глаза мои сном не смыкались ты беспрестранна была передо мною или в душе моей крестилась белую ручкой своей и прятала ее под соболью шибейку на другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость которая заставила меня около двух суток пролежать на постели так прервала Наталья так я это знала сердце мое тосковало не даром ни на другой ни на третий день не было тебя у обедни однако даже болезнь не мешала мне о тебе думать один из слуг был в доме твоего родителя виделся с твоей нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу я открыл старушке любовь мою просил кланялся уверял в моей благодарности наконец она согласилась быть мне помощницей проще ты знаешь я видел тебя в церкви иногда льстился быть любимым примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем когда встречались наши взоры наконец решился узнать судьбу мою упал к ногам твоим и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете мог ли я после твоего признания расстаться с тобой мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать жива ли она не угрожает ли ей какие опасности не тоскует ли ее сердце ах не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених богатый и знатный нет нет мне осталось только умереть или жить рядом с тобою священник церкви который нас венчал был не подкупен а упрошен мою и слезы мои тронули этого старца теперь известно тебе кто супруг твой вот так-то теперь совершились все мои желания грусть скука простите для вас уже нет места в уединенном моем месте домики милая Наталья любит меня милая Наталья со мною но я вижу томность в глазах твоих тебе надо успокоиться любезная душа моя ночь проходит и скоро утренняя заря покажется на небе Алексей поцеловал Наталья руку красавица вздохнула ах для чего нет с нами батюшки сказала она прижавшись к сердцу супруга когда мы с ним увидимся когда он благословит нас когда я при нем поцелую тебя сердечного друга моего тот отвечал Алексей тот милостливый бог который дал мне тебя верно все для тебя сделает положимся на него он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение сказав сии слова он стал и вышел в переднюю горницу там сидели люди с его нянею которая уверившись что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороную от лесных зверей перестала бояться познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине о причине жизни такой и прочее и прочее и прочее Алексей пошептал на ухо одному человеку и через минуту никого не осталось в передней старушку схватили под руки и увели в другую половину молодой супруг возвратился к своей любезной помог ей раздеться сердца их бились он взял ее за белую руку но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое ни слова священный занавес опускается священный и непроницаемый для глаз любопытных а вы счастливые супруги блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей невинная стыдливость доживет с вами неразлучно и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание старушка мама давно встала раз десять подходила к двери слушала и ничего не слыхала наконец вздумала потихоньку постучаться и сказала довольно громко пора вставать пора вставать через несколько минут дверь отперли Алексей был уже в голубом кафтане своем но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку стыдясь неизвестно чего розы на щеках ее немного побледнели в глазах изображалась томная слабость но никогда Наталья не была так привлекательна как в сие утро она оделась с помощью своей няни помолилась Богу со слезами и стала дождаться супруга своего который между тем занимался хозяйством приказывал готовить обед и прочее прочее что нужно в домашнем быту когда он возвратился к любезной супруге она с нежностью обняла его и сказала тихим голосом милый мой друг я думаю о батюшке ах он верно тоскует плачет сокрушается мне бы хотелось об нем слышать хотелось бы знать Наталья не договорила но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека чтобы наведаться о боярине Матвея но мы предупредили сего посланного и посмотрим что делается в царском граде предупредим боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем там все было пусто все в беспорядке он изумился увидел на столике письмо развернул его прочитал но верил глазам своим прочитал в другой раз не верил хотел еще не верить но дрожащие ноги его подогнулись он упал на землю несколько минут продолжалось его беспамятство образумившись приказал он людям вести себя государю государь сказал старец государь он не мог говорить и подал царю Алексеевне письмо челоблаго монарха помрачилась гневом кто сей недостойный соблазнитель сказал он но везде найдет его грозная рука правосудия сказал и во все страны русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя царь утешал боярина как своего друга вздохи и слезы облегчили грудь несчастного родителя и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести Бог видит сказал он глядя на небо Бог видит как я любил тебя неблагодарная жестокая милая Наталья так государь она и теперь мила мне более всего на свете кто увез ее из родительского дома где она что с нею делается ах на старости лет моих я побежал бы за нею на край света может быть какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит погубит ее нет дочь моя не могла полюбить злодея никак не могла где она что с ней делается бедная моя милая Наталья на старости лет моих я побежал бы за нею разве но для но для чего но для чего не открыться родителю запинаясь не один раз сказал он кто бы кто бы он ни был я обнял бы его как сына разве государь меня не жалует разве он не стал бы жаловать и зятя моего не знаю что думать но ее нет я плачу она не видит слез моих умру она не затворит глаза отца который полагал в ней жизнь и душу свою правда без воли всевышнего ничего не делается может быть я заслужил наказание руки его покоряюсь без роптания об одном прошу тебя господи будь ее отцом милосердным во всякой стране пусть умру в горести лишь бы дочь моя была благополучна нельзя чтобы она не любила меня нельзя тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его ты плакала эта бумага мокра от слез твоих я буду хранить ее на моем сердце как последний знак любви твоей ах если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти но как угодно всемышнему так и будет между тем отец твой сирота на старости будет отцом несчастных и горестных обнимая их как детей своих как твоих братьев он сказал им со слезами друзья молитесь о Наталье так говорил боярин Матвей и чувствительный царь был тронут до глубины сердца отныне добрый боярин жизнь твоя покрывается мраком печали увы и самая добродетель не может нас предохранять от горести беспрестанно будешь ты думать о милой сердце твоего вздыхать и сидеть перед широкими воротами своего дому никто никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье царские гонцы возвратятся и вздох их будет ответом на вопросы твои сядут бедные за столы нищелюбимого боярина но хлеб его покажется им горек ибо они не увидят скорбь на лице своего благодетеля между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России веренно искать его пропавшей дочери Наталья хотела знать более и спрашивала что написано было на лице родителя ее когда он шел из дворца государева вздыхал ли он плакал ли не произносил ли тихонько ее имени посланный не мог ответить ни да ни нет ибо он хотя и видел боярина но смотрел на него непроницательными глазами нежной дочери для чего сказала Наталья для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку чтобы слетать в Москву белокаменную взглянуть на родителя своего поцеловать руку его выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому другу моему ах нет я не пустил бы тебя отвечал Алексей почему знать что бы могло с тобой случиться нет мой друг я не могу и вздумать о разлуке а ты можешь Наталья чувствовала нежную коризну и оправдывалась перед супругом улыбкою слезами и поцелуем теперь надлежало бы мне описывать счастье юных супругов и любовников сокрытых лесным мраком от целого света но вы которые наслаждаетесь подобным счастьем скажете можно ли описать его Наталья и Алексей живучи в своем уединении не видали как текло или летело время часы и минуты дни и ночи недели и месяцы сливались в пустыне их как струи речные неразличимые глазом человеческим ах удовольствия любви бывают всегда одинаковы но всегда на вы и бесчисленны Наталья просыпалась и любила вставала с постели и любила молилась и любила что не думала не делала все любила и всем наслаждалась Алексей тоже и чувства их составляли восхитительную гармонию но читатель не должен думать чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера поджав руки нет Наталья принялась за рукоделье за пальцы и скоро вышла разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки первую для милого супруга чтобы он утирал ею белое лицо свое а другую для любезного родителя когда-нибудь мы поедем к нему говорила красавица и тихонько вздыхала что принадлежит до Алексея то он сидя подле своей супруги рисовал пером разные ландшафты картины любовался тем что нравилось с Натальей и старался поправить то что ей казалось несовершенным так любезный читатель Алексей умел рисовать и при том весьма не худо ибо сама природа выучила его сему искусству он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге опыт был удачен и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры не только дерево но и других предметов изображались им с величайшую точностью красавица смотрела на движение руки его и дивилась как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды то рощу дубовую то башни московские то дворец государев но Алексей уже не сражался с дикими зверями ибо они как будто бы из уважения к прекрасной Наталье новой обитательнице их дремучего леса не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении таким образом прошла зима снег растаял реки и ручьи зашумели земля опушилась травкою и зеленые пучочки распустились на деревьях Алексей выбежал из своего домика сорвал первый цветочек и принес его Наталье она улыбнулась поцеловала своего друга и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички ах какая радость какое какое веселье сказала красавица мой друг пойдем гулять они пошли и сели на берегу реки знаешь ли сказала Наталья супругу своему знаешь ли что прошедшую весною не могла я без грусти слушать птичек теперь мне кажется будто я их разумею и одно с ними думаю посмотри здесь на кусточке поют две птички кажется малиновки посмотри как они обнимаются крылышками они любят друг друга так как я люблю тебя мой друг и как ты меня любишь не правда ли всякий может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия которые весна принесла с собой для наших пустынников но нежная дочь наслаждаясь любовью не забывала и своего родителя Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвея вести привозились одинаковые боярин делал добрые дела печалился кормил бедных и говорил им друзья помолитесь о Наталье Наталья вздыхала и смотрела на образа однажды возвратился посланный с великою поспешностью государь сказал он Алексею Москва в смятении свирепые литовцы восстали на русское царство я видел как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей именем царя православного ободрял воинов я видел как толпы народные бросали вверх шапки свои восклицая в один голос умрем за царя государева умрем за отечество или победим литовцев я видел как русское воинство в ряды становилось как сверкали его мечи и бердыши и копья булатные завтра выйдет оно в поле под начальством воевод храбрейших сердце Алексеева затрепетало кровь закипела он схватил со стены меч отца своего взглянул на супругу и меч упал на землю слезы покатились в глазах его Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова любезная Наталья сказал Алексей по некоторым молчании ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю Наталья с тобою мой друг с тобою ах я не смела говорить тебе только мне всегда казалось что мы напрасно скрываемся от батюшки увидя нас он так обрадуется что все забудет а я возьму за руку тебя и его заплачу от радости и скажу вот они вот те которых люблю теперь я совершенно счастлива Алексей но мне надо заслужить прежде милость царскую теперь есть к тому случай Наталья какой же мой друг ехать на войну сразиться с неприятелем русского царства сказал Алексей царь увидит тогда что любославские любят его и верно служат своему отечеству поедем мой друг лишь бы ты был со мною я всюду готова быть с тобой Алексей что ты говоришь милая Наталья там летают смертоносные стрелы там рубятся рубятся мечи как тебе туда ехать со мною Наталья и так ты хочешь меня оставить хочешь моей смерти потому что я не могу жить без тебя давно ли мой друг давно ли говорил ты что никогда не покинешь меня а теперь думаешь ехать один и еще туда где летают стрелы кто защитит меня нет ты возьмешь меня с собой или бедная Наталья не мила уже твоему сердцу Алексей обнял супругу поедем сказал он поедем и умрем вместе если так будет богу угодно только на войне не бывает женщин милая Наталья красавица подумала улыбнулась пошла в спальню и заперла за собой дверь через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок Алексей изумился но скоро узнал всем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать Наталья оделась в платье своего супруга которое носил он будучи 13 или 14 лет я меньшой брат твой сказала нас смешкую теперь дай мне только меч острый и копье булатное шишак панцирь и щит железный добавь увидишь что я не хуже мужчины Алексей не мог нарадоваться своим милым героем выбрал ему копье самое легкое оружие нарядил его в панцирь сделанный из медных колец на которых было подписано с нами Бог никто же наны в оружейной московской палате никто же наны никто против нас не посмеет пойти старославянское изречение вооружил людей своих готовых умереть за любезного господина надел латы покойного отца своего и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Наталина мама с двумя стариками а мы оставим на несколько времени супругов наших в надежде что небо не оставит их и будем и будет им защитой всегда в опасностях там где летают смертоносные стрелы где мечи сверкают как молнии где копья трещат и ломаются где кровь человеческая льется реками где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными возвратимся же все в Москву так там началась наша история там должна она и закончится увы какая пустота в столице российской все тихо все печально на улицах не видно абсолютно никого кроме слабых старцев и женщин которые с унылыми лицами идут в церковь молиться Бога молить чтобы он отвратил грозную тучу от русского царства даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские добросердечный чувствительный цар стоит на высоком крыльце своем с нетерпением ожидает вести от начальников воинства пошедшего навстречу врагам многочисленным боярин Матвей неразлучен царем благочестивым государь говорит он надейся на Бога и на храбрость своих подданных храбрость которая отличает их от всех иных народов страшно разъять мечи российские тверда подобно камню грудь сынов твоих победа будет всегда верную их подругу так говорил боярин думал о благе отечества и тосковал о своей дочери в поту в пыли прискакал вестник царь встречает его на половине крыльца и дрожащие рукою развертывает письмо военачальников первое слово есть победа победа восклицает он в радости победа восклицают бояре победа народ повторяет и во всем царстве во всем городе раздавался один голос победа и во всех сердцах было одно чувство радость начальники доносили государю обо всем с величайшую подробностью сражение было самое жестокое уже первый ряд русского воинства теснимый бесчисленным множеством литовцев начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему но вдруг как гром загремел голос умрем или победим и в то же самое мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей за ним бросились и другие все воинство двинулось и восклицая умрем или победим устремилось как буря на литовцев которые невзирая на великое число свое скоро побежали и расселись мы не можем писали начальники восхвалить по достоинству того юного воина которому принадлежит вся честь победы и который гнал разил неприятеля и собственной рукою пленил их предводителя повсюду следовал за ним брат его прекрасный отрок и закрывал его щитом своим он не хотел объявить имени своего никому кроме тебя государя побежденные лицовцы спешат из пределов России и скоро воинство твое возвратится со славою в град Москву мы сами представим царю непобедимого юношу спасителя отечества и достойного всей твоей милости царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле вместе с боярином Матвеевым и с другими своими чиновниками в Москве никого не осталось слабые старцы забыв слабость спешили за город навстречу к своим детям супруги и матери неся младенцев или ведя их за руки спешили туда же первый ряд воинства показался второй и третий разноцветные знамена веяли над онами воины шли с обнаженными мечами ровным шагом назади ехали конные впереди начальники под сеньи трофеев увидели государя и восклицание победа и здравие царя российскому загремели в воздухе воеводы упали перед ним на колено он поднял их и сказал с улыбкой милости благодарю вас именем отечества государь отвечали они мы старались исполнить должность твою но бог даровал нам победу рукою сего юного воина тут юный воин стоявший подли них с потупленным взором преклонил колено кто ты храбрый юноша спросил государь простирая к нему правую руку свою имя твое должно быть славно в пределах русского царства государь отвечал юноша сын осужденного боярина лубославского любославского скончавшегося скончавший дни свои в стране и на верных приносит тебе свою голову царь поднял глаза на небо благодарю тебя боже сказал он что ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и застрадание невинного отца наградить достойного сына так храбрый юноша невинность родителя твоего открылась к несчастью поздно увы я был тогда незрелым отроком и боярин Матвей еще не имел места в совете моем злые бояре оклеветали любославского один из них кончая недавно жизнь свою признался в несправедливости доносов по которым судили невиновного видишь слезы мои будь же другом царя своего первым по боярине Матвея и так память отца моего сказал Алексей чиста от поношения но я виновен перед тобою государь великий я увез дочь боярина Матвея из родительского дому царь удивился где же она спросил он с нетерпением но боярин уже нашел дочь свою прекрасная Наталья в одежде воина бросилась в его объятия шишак спал с головы ее и русые волосы по плечам рассыпались изумлен изумленный восхищенный родитель не смел верить всему явлению но сердце чувствительного старца сильно трепетало говорила что милая нашлась едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю если бы другие бояре не поддержали его долго не говорил он ни слова опустил голову на плечо Натальи наконец назвал ее именем как будто желая видеть откликнется ли она назвал ее своею милую прекрасную и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его которое так долго было печальным казалось будто язык его учился произносить слова прости его родитель мой и люби так как меня любишь боярин Матвей поднял голову посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою молодой человек хотел броситься перед ним на колени но старец прижал его к своему сердцу вместе с милую дочерью царь они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости она дочь моя сказал боярин голосом хриплым он сын мой господи дай мне умереть в их объятиях старец снова прижал их своему сердцу читатель вообразит себе все все последующее старушку няню привезли в город боярин Матвей простил ее и призвав к себе того священника который венчал Алексея Наталью хотел чтобы он снова богословил их в его присутствии супруги жили счастливо и пользовались особенную царскую милостью Алексей оказал важные услуги отечеству и государю услуги о которых упоминаются в разных исторических рукописях благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселил себя вместе со своей дочерью со своим зятем прекрасными детьми их смерть явилась ему в виде явилась ему в виде юноша любезного внука он хотел обнять милого отрока и скончался больше ничего не слышал от бабушки моего дедушки но за мохом но за несколько лет перед сим прогуливаясь осенью по берегу Москвы реки близ темной сосновой рощи нашел надгробный камень заросший зеленым мхом и разломленный рукою времени с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись здесь погребен Алексей Любославский своею супругою старые люди сказывали мне что на семь месте была некогда церковь вероятно та где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей не